Друзья, приветствую всех в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции из комментариев. Не забывайте, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на официальный телеграмм канала Маркетс, где каждый день мы размещаем и публикуем большое количество аналитического контента. Поскольку сегодня понедельник, традиционно для этого дня я проведу вебинар-стрим в нашем канале Телеграме, голосовой чат. Если есть возможность, обязательно подключайтесь. Время эфира 16.00 по московскому времени. И традиционно в нашем канале перед началом эфира мы вам предложим несколько тем на выбор именно по фундаменту, чтобы лично вам хотелось бы обсудить. Какая тема вам кажется нераскрытой и где вам хочется все-таки получить больше информации, разобраться. Я с большим удовольствием готов пойти вам навстречу и посвятить в качестве целевой такой темы своего обещания, сделать целевой темой обещания именно тот топик, который представляет интерес для вас. Ну что, прошлая неделя довольно насыщена была на макроэкономический и новостной фон. Мы следили за топливным и энергетическим кризисом. Можно сказать, что повсеместно в мире, но, наверное, с большим акцентом все-таки для европейских стран, потому что кризис именно нехватки газа там сейчас прослеживается больше всего. Сейчас котировки Brent, друзья, 83,57. И многие предположили, что после заявления президента России Владимира Путина о том, что Россия готова обеспечить дополнительные поставки газа на территорию Европейского Союза, многие думали, что это как раз и есть тот самый фон, который может развернуть цены всего глобального рынка и не дать им выйти на новые максимумы. Газ пока, да, признаюсь, скорректировался, но рынок нефти, посмотрите, это очередные максимумы. И по Brent я практически не сомневаюсь, что мы очень скоро увидим нашу заветную цель, которую ставили ранее, это 85 долларов за баррель. Топливный и энергетический кризис, на мой взгляд, продолжит оказывать поддержку котировкам Brent и WTI, потому что, как ни крути, те показатели спроса и предложения, которые мы традиционно соотносим между собой, сейчас нам точно позволяют говорить об опережающем спросе над предложением. И после решения ОПЕК-плюса на прошлой неделе о том, что страны не согласовали дополнительный рост нефтедобычи, мы должны сделать абсолютно правильный вывод сейчас, то, что рынок нефти сохранит вот эту восходящую тенденцию, потому что так складываются текущие экономические условия. Ранее мы очень неплохо заработали на восстановление цен, на росте цен, я делал акцент всегда на бренд, но если вы торгуете WTI, в принципе, динамика точно такая же. Сейчас это уже попытка для спекулянтов урвать по максимуму с тех тенденций, которые есть, и 85, до которых остается совсем рукой подать, это как раз одна из таких целей. Если вы, друзья, придерживаетесь рекомендаций, которые я ранее отвечал в отношении рынка нефти, то у 85 я вам настоятельно советую где-то там уже закрываться, даже несмотря на то, что, может быть, вы уверены в том, что рост продолжится дальше. Рынок нефти нуждается в коррекции, и те движения нисходящие, которые мы видели под конец прошлой недели, стали репетицией того, что откат может быть довольно быстрым. Что касается других событий, за которыми мы следили, это межпартийные разногласия в США, то есть республиканцы и демократы пытались согласовать о продлении лимита потолка государственного долга США, потому что это нужно было сделать, и мы знаем о негативных последствиях, об этом уже высказался каждый чиновник, который имеет отношение к денежным властям США, каждый эксперт дал свою оценку именно катастрофическим последствиям. А что будет, если республиканцы и демократы не договорятся? Дефолт, банкротство, тут же на холд будут поставлены все выплаты госслужащим, военным, дотации, субсидии, именно финансирование программы MediaCare. Все это об одном же, это расходы, в том числе и Министерство финансов, которые подразумевают выплаты по гособлигациям. Вот почему я говорил о риске дефолта. Также, разумеется, мы делали комментарий относительно того, что до дефолта дело не дадет. Был лишь вопрос, когда именно до 15 октября республиканцы и демократы придут к общему знаменателю. Так вот, друзья, они пришли к общему знаменателю еще под конец прошлой недели, но это временное решение. Патолог государственного долга повышен на 2, точнее до 2 декабря, то есть фактически на небольшой промежуток времени и предварительно в новый показатель потолка государственного долга как раз были включены расходы предстоящие 2 месяца, то есть фактически потолок госдолга подняли на 470 миллиардов долларов и довели его до текущего показателя в 29 триллионов. Рынок выдохнул, безусловно, то есть время выиграно, это время будет потрачено, я надеюсь, политиками, для того, чтобы прийти к более-менее сбалансированному решению, которое позволит уже на более продолжительный период времени закрытия этот вопрос. Но как бы то ни было, если раньше мы использовали этот фон, то есть опасения за потенциальный дефолт как фактор повышенного спроса на доллар, как на защитный актив, то сейчас, друзья, этого новостного фона уже нет. Поэтому ранее я давал рекомендацию, что доллар, индекс американская валюта, каткосрочно выглядит очень привлекательно, а сейчас я уже этого отметить не могу. Считаю, что индекс доллара забрался уже высоко, пользуясь тем новостным фоном, который ранее был. Но поскольку вопрос с потолкомом госдолга уже решен, у нас нет сейчас каких-то особых причин ставить на дальнейший рост американской валюты. И третий фактор, третий новостной фон, на который хочу обратить ваше внимание, это данные по американскому рынку труда. Non-Farm Pearls, этот отчет ждали все, считая, что цифры будут хорошими. Хорошие цифры, это, разумеется, то, что повысит вероятность того, что американский регулятор под конец этого года все же свернет или начнет сворачивать программу количественного смягчения. Но вы наверняка уже знаете о цифрах, о которых я хочу сказать. Данные очень плохие, потому что фактически прирост новых рабочих мест составил 194 тысячи. Это смешной показатель, это в два с половиной раза хуже, чем ожидали эксперты. И если мы вспомним последние комментарии реально авторитетных членов РС, в том числе и председателя американского регулятора Джерома Паула, то, что решение о сокращении экономических стимулов будет полностью зависеть от прогресса на рынке труда. То есть нам говорили, что если по итогам сентября и октября мы увидим классные цифры по Non-Farm Pearls, то тогда в ноябре ФРС анонсирует о сокращении программы количественного смягчения начиная с декабря. Но сентябрь, соответственно, уже канул в лету и цифры плохие. То есть планы не реализуются. И в связи с этим я считаю, что поскольку статистика разочаровала, поскольку автоматически снизилась вероятность того, что ФРС будет сокращать экономические стимулы, американские облигации должны корректироваться вниз, пойти вниз и потянуть за собой позиции американского доллара. Поэтому я возвращаюсь к своей долгосрочной сделке, которую ранее я вам озвучивал. То, что в целом моя позиция по индексу доллара соотносится с риторикой американского регулятора. И сейчас это sell. Что касается других активов, за которыми мы следим, вкратце, друзья, все пока что без изменений. Спекулятивный настрой и то, что тенденции еще сохраняются, рыночные настроения и локальный новостной фон позволяет нам дальше работать с европейской валютой в плане шарта. Нам нужно всего лишь 70 пунктов в цель 1.15. И даже не сравнивая, не сопоставляя динамику евро-доллара непосредственно с индексом доллара, мы можем рассчитывать на то, что прострел вниз легко может произойти. Поэтому цель 1.15 остается прежней. По австралийцу цель 0.72 также не меняется. Сегодня я хочу на ближайшие недели анонсировать вам сделку по продаже доллара канадца в котировке 1.2466. И здесь рынок нефти, который, безусловно, улучшает показатели торгового баланса Канады. Сильная статистика по рынку труда канадскому, которая вышла параллельно с американской статистикой. С одной стороны, сильные данные по рынку труда Канады, минимальный показатель с начала пандемии по безработице 6.9%, рост новых рабочих мест 157 тысяч. И здесь второе, на что хочется сделать акцент, это контрастность. Сильный отчет по Канаде непосредственно канадского рынка труда контрастирует с слабым отчетом американской экономики. И здесь два торгующихся между собой валютных актива. Поэтому цель 1.23-1.24 это на ближайшее время. Я думаю, что после таких данных по рынку труда канадский регулятор может стать следующим. После Банка Южной Кореи и Норвегии и еще, конечно же, Резервного банка Новой Зеландии, следующим регулятором, который пойдет на повышение процентной ставки. И поскольку снизилась вероятность сокращения экономических стимулов в Штатах, я снова купил американский фондовый рынок S&P. Покупки с текущих уровней фактически в районе 4372 пунктов. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.